Саня Нэшн Студия приветствует всех и предлагает вам вместе со мной прокатиться по майской велопрогулке 2023 года. Она, к сожалению, проходит немного позже, 2 июля. Сегодня старт и финиш будут проходить возле, на территории, вернее, парка Маяковского. Вот мы уже заехали сюда и сейчас будем продвигаться к старту. Погода сегодня хорошая. Я заранее зарегистрировался, купил билет, просят обязательно паспорт, так что имейте такой нюанс в виду. Обязательно нужно регистрировать себя на свое имя и документ, в общем, требует. Я приехал к 8 утра, вот, в общем-то, свободно, на входе очередей практически нету, всевозможные логотипы продают. Все фотографии вы сможете найти в группе ВКонтакте майская велопрогулка, чтобы провести разминку, друзья, подтягивайтесь поближе в сцене, прямо на велосипедах, можно пешком, сделаем разминку и отправимся каждый на свой маршрут. Я напоминаю, у нас в этом году 4 маршрута. Для вас подготовили организаторы 17 километров, 30, 60 и впервые, впервые на майской велопрогулке маршрут 100 километров. Большая уральская сотня. Итак, друзья, я таки решился на сотку заявиться, поехать и специально приехал как можно раньше и прямо сейчас буду стартовать. В принципе, здесь больше. Здесь больше особо делать нечего, вот, надо быстрее начинать, чтобы как можно быстрее вернуться на финиш. Напомню, что старт у них до 12 часов, то есть нужно приехать, приехать, успеть до обеда сюда. Стартуем. Спасибо, вам спасибо. Итак, друзья, вот маршалы здесь везде, в принципе, присутствуют на всех основных опорных развилках. Можно немножко лицезреть пока парк Маяковского пустой, пока еще в ранний час. Сейчас где-то 8 часов утра. Погоду обещают хорошие, дождя не обещают, порядка 26 градусов плюс. И вот немножко небольшая облачность, что очень-очень кстати для велопрогулки будет. Вот, вчера был дождь, немножко, немножко грязновато, к сожалению, но ничего. Вот мы выезжаем уже за территорию непосредственно парка Маяковского. И начинаем нашу велосотню. Вот многочисленные велосипедисты мчатся на старт с горочки. Скажу, что покупал заранее, все участие, конечно же, платное, порядка 450 рублей в апреле стоило. Если покупать сейчас, будет дороже. Точно не скажу, но где-то рублей 500 точно будет. Ну и, конечно же, по финишу будет долгожданный памятный значок в честь 300-летия Екатеринбурга, который я обязательно продемонстрирую. Итак, погнали на старт. Итак, друзья, мы едем по окрестностям Урал-Мурра, Химмаша. Сейчас где-то будет в районе Арамиля 2-й КП. Итак, друзья, вот мы таки добрались. Я добрался до 2-го КП на Варамиле. Сейчас сделаем отметку. Дальше на право. Итак, друзья, вот я выехал со 2-го КП, проехал буквально 500 метров. И очень большое выскажу замечание организаторам. Вот такая развилка, Т-образный перекресток и ни одного указателя. Вообще просто вот куда ехать. В обе стороны нормально вроде дорога идет, но, честно говоря, непонятно, куда ехать. Я уже второй раз вот так вот круголей намотал крюков. И, так скажем, хочу, мягко говоря, пожаловаться на организаторов майской прогулки, что они очень недобросовестно вот так вот маршрут составили маршалов. Мне буквально за вот тут, получается, я уже проехал больше 20 километров, в двух местах попадались. То есть, ну, просто вообще очень такое хамское отношение к участникам майской велопрогулки. В плане вот указателей еще раз скажу. Ну, сейчас буду смотреть, открывать трек, загружать. То есть, получается, тратить драгоценное время, так как я заявился на большую, поехал на самую длинную дистанцию. Но ничего страшного. Сейчас потратим несколько минут времени и найдем наш маршрут. Итак, друзья, вот я проехал уже где-то, наверное, подъезжая к третьему КП. Вот, где-то между Арамилем и Сесертием в полях. Дорога, в принципе, хорошая, ровная, накатанная. Но очень большое замечание, что много подъемов и сильный ветер. Прям вообще тяжело, так скажем. Тем более, что с учетом того, что я ехал из Средневральска, уже проехал порядка 70 километров. И уже ноги, конечно, забиваются, когда в горку едешь. А так, в принципе... В принципе, маршрут нормальный, катабельный, так скажем. И очень много, кто едет на 100 километров. Вот эта вот дистанция конкретно 100 километров. На 60 уже ответвление уехало. И где-то вот километров через 5 уже будет третий КП. И там я уже полноценно отдохну, попью водички, подкреплюсь. Что ж, поехали. Итак, третье КП было у нас в конном клубе «Белая лошадь». Его не стал снимать, проехал дальше, не стал тратить время. И сейчас, значит, мы подъехали к Ольховке. Дорога вот эта идет в Арамиль. А вот там чуть дальше трасса М5, которая идет на Челябинск. Вот моя карта. Еще сейчас пересечем вот эту дорогу, которая идет в Арамиль. И полями доедем до Октябрьского поселка. И там будет четвертое КП. И потом пересечем трассу М5-Челябинск. Значит, и поедем где-то через лесопарк Химашевский, через Уктузские горы. Вот. И там дальше посмотрим. В общем, полпути уже пройдено, так скажем. Большая часть нас ждет впереди. Итак, друзья, вот таки я доехал до финиша. Немножко повредился, поцарапал ногу. Вот. В трафике там и финише, конечно же, получил заветный значок. Вот так вот он выглядит. Давайте я вам покажу. Вот. Конечно, 100 километров очень серьезная дистанция. С учетом того, что тем более я ехал из Среднеуральского. У меня все про все. Вот сейчас получилось примерно 135 километров. Ну, 130, может быть, по навигатору. Вот. Конечно, очень тяжко, тяжело. Сейчас еще обратная дорога домой предстоит. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите внизу под видео. Оставляйте комментарии. Без проблем всем отвечу. Также не забывайте подписываться на мой канал. Жмите в колокол, чтобы не пропустить свежие видео. Ну и всем пока-пока. До встречи в новых видео, в новых велопутешествиях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok